Есть еще очень важный момент, о котором надо бы сказать. Момент заключается вот в чем. В том, что на границе России и Сумской области, Украины, сегодня была вооруженная провокация. Били по Сумской области, били по Черниговской области артиллерийским огнем, ракетами били. И, видимо, подобная провокация будет продолжаться по одной простой причине. В том числе с попыткой захода на нашу территорию, они изо всех сил пытаются отвлечь наши войска, не дать им перебрасываться на Запорожское, Херсонское и Донецкое, Уганское направления. Потому что силы у них заканчиваются. Многие подразделения, как я говорил, по 20% личного состава осталось. И любая лишняя сотня солдат может быть критической для их целей. Поэтому поставлена задача поджимать с российской территории. Ну, тогда мне такое рассуждение вслух. Я к тому, чтобы жители соответствующих районов российской территории не удивлялись, если вдруг с российскими войсками на их территории начнут происходить всякие забавные чудеса. Башни у танков улетают. Какие? Башни у танков улетают. Там всякое такое. Там, значит, всякие фейерверки, шоу там будут происходить и так далее. Потому что, ну, как вы понимаете... А такое возможно, да? Ну, кто его знает? Они же снаряды, они такие хитрые. Земля обладает определенной кривизной. И когда летят в одну сторону, часто, откуда ни возьмись, прилетают с другой стороны. Такая вот есть особенность у ведения боевых действий. Когда ты по ком-то стреляешь, иногда, иногда прилетают в ответ. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok